Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами находимся на территории предприятия Беллюкстрой. Здесь стоят четыре большегрузных автомобиля с грузом в наш адрес из Финляндии. Все подробности чуть позже. Добрый день, Виктор. Представьтесь, пожалуйста, для наших зрителей. Здравствуйте, меня зовут Виктор Алексеевич, сотрудник компании «Завод струнной технологии». Работаю здесь в должности главного технолога. С самого начала трудовой деятельности уже практически год. Сегодня мы находимся на базе предприятия Беллюкстрой. Напомню, что несколькими месяцами раньше совместно с директором нашей компании и конструкторскими службами была проведена своего рода инспекция этого предприятия. На данный момент оно выбрано как основной подрядчик для изготовления металлоконструкции всей нашей структуры в дальнейшем. Имеется в виду путевая структура? Да. Конкретно сегодня мы наблюдаем с вами разруску металлопроката для изготовления берельцевого путепровода высокоскоростного городского транспортного комплекса. Это сталь металлопрокат, ну не простой металлопрокат, это финская сталь высокопрочная. Почему именно финская сталь, почему такой выбор в общем-то получился? Потому как на сегодняшний день сложно найти аналоги на просторах нашего СНГ, наших гостовских каких-то стали, которые бы удовлетворяли полной мере требованиям прочности, которые подъявляются к этому материалу. С одной стороны можно использовать обычную высоколигированную сталь, но так как у нас основной процесс здесь в общем-то сварка, то этот материал он не очень подходит для таких целей. А финская сталь, в данном случае рубки 700 мл-х, по сути по химическому составу она напоминает сталь 0,9 УДС, где повышенные свойства прочностные в общем-то достигаются последующей термообработкой. Это раз. Во-вторых, все-таки культура производства и требования точности на предприятиях Европы выдерживаются более в полной мере, нежели в общем-то предприятия нашего СНГ, скажем так. Поэтому по этим двум объективным показателям в общем-то выбор пал на эту марку материала. В данный момент мы видим здесь 4 машины, это порядка 73 тонн металла, 72-73 тонны в общей сложности, для первых 300 метров пути. Ну, там чуть больше получается в связи с некоторыми изменениями. Задача общего принять материал по качеству на данный момент, по количеству, получить сертификаты и уже общего сопоставить ожидаемое, скажем так, с реальностью. В дальнейшем этапе будет проводиться селективный отбор. Это на этапе входного контроля силами самого предприятия Беллюкстрой, ну, и частью наших представителей, где уже, в общем-то, будет вестись технологическая проработка и технологическая проработка и подготовка непосредственно заготовительного производства. Значит ли это, если я правильно вас понял, двумя словами передать, что мы вплотную приступаем к производству путевой структуры, рельсов, и уже все шансы есть на то, что в октябре мы запустим первую линию, а именно городскую пассажирскую в Экотехнопарке? Да, на данном этапе, ну, как видим, опять-таки, металл пошел напрямую в работу. Договорное изготовление, в общем, с предприятием тоже заключен ранее был, значит, и на данном этапе, я думаю, что со следующей недели, может быть, с этой, как тут наши коллеги сработают, то есть в полной мере, мы начнем уже заготовку непосредственно профилей для нашей основной фирменной металлоконструкции. Как я понимаю, подрядчик и был отобран из ряда аналогичных, потому что у него все организовано как надо, и риски того, что все будет сделано не вовремя, сведены к минимуму. Да, на начальном этапе, в общем-то, мы начинали выбор подрядчиков поближе к объекту, скажем так, это Марина-Горка, Пуховичи районы, те с точки зрения транспортно-логистики, доставки и прочее, 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 минимизировать расходы. Потом уже перешли немножко ближе к Минску, ну, как вот показала, в общем-то, реальная оценка возможностей предприятия, культура производства, что на сегодняшний день не важно, учитывая состояние, в общем-то, наших предприятий, металлообработки, в общем-то, вот. На данном этапе, ну, как бы, предварительное ожидание и увиденное, в общем-то, ну, в полной мере удовлетворили наш интерес, скажем так. То есть, как всегда, Skyway выбрал самое лучшее? Да, в общем-то, мы к этому идем, я думаю, что идем правильно, и поэтому тут каких-либо отрицательных моментов возникнуть не должно. В общем, в изготовлении путевой структуры мы идем правильным путем? Да, начало, по-моему, наверное, но дальше будем уже, в общем-то, общими силами, усилиями. Изделие-то опытное, как бы, пока, скажем, никем не видано. Соответственно, сделав раз, планку, я думаю, мы, ну, зададим хорошую. Спасибо большое. Спасибо. 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 Александр, компания «Белбукстрой», мы взялись за этот серьезный проект по изготовлению конструкции, путевой конструкции. В нашем цехе, одном из цехов, будет производиться нарезка металлоконструкции, металлических труб, будет компоновка. Вот данные столы позволят нам с большой точностью производить сборку. В дальнейшем будет происходить в том углу цеха у нас будут производиться сварные работы, тоже, которые требуют очень высокой точности, высокой квалификации. После этого элементы конструкции будут очищаться от окалины, ржавчины, вот на этом дробиметном оборудовании, которое позволяет добиться степени очистки по ИСО 3.0. И далее покрываться уже малярным цеху, здесь же у нас на производстве покрытие термоцинком, который позволит сохранить конструкции на срок до 100 лет. Технологии проверенные успешно на сегодняшний день, поэтому будем надеяться, что мы успеем согласованные с вами сроки выполнить их на должном уровне. Мы с вами в малярном цеху, если упрощенно назвать, который позволит нам защищать от коррозии все металлические части путевой структуры, все металлические части опор, которые тоже присутствуют в нашем случае. И тот состав термоцинк, которым я упомянул, будет наноситься вот в таких вот условиях цеховых. Очень важно, когда металлоконструкции производятся в одном месте и перемещаются не под открытым небом, без воздействия осадков, без воздействия влаги, тумана и всего остального. Поэтому, когда они будут изготовлены, они сюда заводятся и здесь же без перерыва до 4 часов позволяется всего лишь, потому что процесс коррозии наступает в течение 4 часов после подготовки металла. После того, как его подготовили, зачистили от окалины ржавчины, упрощенно назовем, здесь наносится состав термоцинк толщиной слоя от 80 до 120 микрон, который позволит 100 лет работать путевым структурам. То есть качество путевой структуры SkyWay гарантировано? Гарантировано. Было долго, как бы вы выбирали. Этот материал, мы вам предоставляли все данные по нему, все лабораторные испытания, прошедшие материалы. Имеется сертификация этого материала и, в частности, можно дать 100 лет уверенной эксплуатации данных конструкции. Спасибо. Пожалуйста. Куда мы входим сейчас, подскажите? Здесь у нас цех тонколистовой стали. Здесь, по большому счету, в нашем случае, больших работ производительства не будет. Может быть, только нарезка гидроабразивным способом. И алмазная резка. Ну, а в основном, как бы, вот этот у нас сварной цех, небольшой, но достаточно хорошее оборудование и хорошие специалисты, которые позволят вам сертифицированную продукцию выдать. Спасибо большое вам за такую важную помощь. Не за что. Будем рады с вами дружить, как говорится, спасать планету. Все больше организаций и предприятий вовлекаются в орбиту SkyWay. Можно вспомнить, помимо прочих, и Академии наук, и Белорусский национальный технический университет, и Белэнергостройиндустрия, один из флагманов белорусской промышленности. Многочисленных, ну, как минимум, в данный момент три работают подрядчика в экотехнопарке. К этому списку можно сейчас присоединить и предприятие Беллюксстрой. Вовлекайтесь и вы в нашу орбиту. Устрой SkyWay! Спасай планету! Продолжение следует...